Помните серию видео со списком всех героев и их приоритетов в прокачке? Так вот, спустя ровно полтора года я добрался таки до обновления этого видео. С тех пор вышло много ГМов, новых героев событий, и мнение о некоторых героях, конечно же, могло поменяться в лучшую или худшую сторону. Поэтому видос нужен, и вы его очень долго просили. Поехали! Как и в случае с подобными видео, вас тут будут ждать волны. Однако, начиная с этого видео, волн будет минимум 4, а не 3. Каждая волна определяет более высокий приоритет прокачки героя. Первая волна – наивысший приоритет. Вторая волна – второстепенный. Третья волна – ну, если у вас совсем нет героев из первых двух волн. И начиная с четвертой волны – самые бесполезные герои, которые, ну, просто не достойны получения ресурсов ни при каких обстоятельствах. И напоминаю вам, что волны и порядок героев – это сугубо мое личное мнение, основанное на двухлетнем опыте игры за них и против них. Приготовь чаек, это видео будет долгим. Устали играть в мультяшно-няшные игры? Ищешь темного фэнтези и брутальности? Так вот она, Raid Shadow Legends. Чуток залипнув, я уже пятнадцатый уровень. Такое ощущение, что энергия бесконечна. Мне, кстати, с халявного осколка с тополом прилетел, но я, недолго думая, взял и скормил ему вот этих чемпионов. Кушай, кушай. И сразу же взял его в свою команду. А потом, знаете что? Пошел в подземелье за артефактами, чтобы сделать своих чемпионов еще сильнее. Могу закидать всех ливнем стрел, а могу вообще с помощью нового чемпиона заморозить врага. Океан разнообразия. Думаете это все? А вот и нет. В игре уже доступен долгожданный боевой пропуск. И выполняя задания каждый день, вы можете выиграть кучу ништяков. Такие как бесплатная энергия, рубины и даже новых эпических и легендарных чемпионов. Также игра теперь доступна и на ПК. То есть, допустим, пришел домой, кинул мобилку на зарядку, запустил рейд на компе и на этом же аккаунте гоняешь в свое удовольствие. Кстати, на компе игра тоже абсолютно бесплатна. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай рейд только по моим ссылкам. И получи 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Мать Севера является столпом среди зеленых, и благодаря ее навыку, который воскрешает большинство героев со своим шансом, является незаменимой карточкой. Также герой выступает хилом для живых союзников. И хоть у нее медленный набор маны, она более чем достойна получения предметов. Лиана незаменимый регулярный шотер среди зеленых, самый сильный урон с ульты именно у нее. А также Кингстона, который не так давно появился, как ГМ, который помимо чуть слабого удара, чем у Лианы, накладывает еще и срез атаки на три цели. Занял твердую позицию в обороне, однако я по-прежнему считаю, что герой для обороны не очень. Однако если рассматривать остальную пользу, он на таком же уровне, как и Лиана, отчего они оба находятся в первой волне. Леди Лок, в простонародье Леди Чпок. Как только она ультанет, считай нет трех героев у врага. Герой крайне ватный, а также средняя мана, поэтому в эмблемах она нуждается довольно сильно. И с одной ульты она выносит к каждой цели порядка 1200 урона, при всем при этом снимая все негативные эффекты с вашей команды, что тоже является очень редкой способностью, особенно среди атакующих пятерок, не хилов. Ну и последний представитель первой волны Зилайн, по-прежнему является востребованным героем. Однако спустя такое время она пропала из многих оборон игроков. Все это связано с тем, что у нее класс маг, который жрет эмблемы класса такими героями, как Хейл Гвина и Изарния. И на их фоне ей эмблемы не нужны, в связи с быстрой маной. Однако быстрый диспейлер, срезающий атаку массово, таких еще надо поискать. Альберих занял вторую волну по той причине, что в первой месте с мамой Севера ему не место. Шансы воскрешения хуже, однако его польза в приросте маны, которая в некоторых случаях может очень сильно выручить и дозарядить вашего героя, который в свою очередь уже нанесет фатальный урон врагу. Шляпник по сути это вор бафов и одновременно с этим диспейлер. Довольно нужный герой и может нарушить множество ваших планов, если он в команде обороны врага. И аналогично этому затащить в вашей команде, своровав приличное количество бафов. То есть все. Моргана это единственный представитель в игре со способностью к вампиризму, отбирать здоровье врага и превращать его в свое. Нередки случаи того, что герой может затащить поединок в соло против двух-трех героев врага. Леди Озеро же второй медленный хилл в этом цвете, который в основном тащит своими стражами. Стражи эти довольно продуктивно могут подрезать ману врагу и не дать герою ультануть. А если на ваших героях скопилось не менее пяти стражей, начинается вообще парад среза маны. Хамелеон до жути непростой герой, дающий офигенное усиление для камней и ульты. За героя нужно действовать обдуманно и подбирать к нему в команду нужных героев по цвету. Однако привыкнув к этому, герой будет полезен. Везде, кроме Титана, правда, там он будет только мешать. Эвелин. Внешне похожая на Элой из игры Horizon Zero Dawn. Лайк, кто играл в нее. Так вот, основное назначение Эвелин это Титаны, набеги и события, потому что она единственный бронерез в этом цвете. Однако, если есть более приоритетные герои, то стоит оставить Эвелинку на 370. Для Титанов не выше 10-11 звезд самое то. Гриша это второй представитель третьей волны, и по факту нужен, как и в случае, с Эвелином в основном на Титане и событиях. Однако, если Эвелин разгонять по мане не требуется, то вот Гришу придется, иначе играть ему слегка некомфортно. И это слегка я преуменьшу. Тарлок. Третий герой подряд с подобным назначением, однако если при самом его выходе все писали с него кипятком, то вот сейчас эти обосторженные возгласы встречаются намного реже. Но ведь раньше он конкурировал с царем, а сейчас есть такие аналоги, как Ранвир Микки. Поэтому и отбросило в приоритете его довольно далеко. Четвертый же герой в этой волне в основном выполняет функции жесткого танка по центру, но если повезет, то танкующего ударника по краям. Герой жирный и также больно может ударить, и вы сгорите под жаром песков. Ну и Кадилен. Регулярный герой, который не может похвастать уроном, однако накладывает порой очень полезный баф на защиту от умений врага. В целом ни рыбы, ни мяса, однако за неимением лучших можно задуматься и на ее счет. Элканон уже я всегда считал и считаю бесполезнее Кадилен, даже несмотря на его вроде бы отхил. Под Эвелин герой заходит нормально, в остальных случаях вот вообще не то пальто. То же самое могу сказать и про двух следующих героев Атомаса и Хоргала. Медленные массовики и без среза Эвелин как будто кастрированы. Ну а про Маргарет я лучше вообще промолчу. Даже несмотря на очень быструю ману и вроде бы ужасно опасный навык уклонения, просто как ахо. Не могу не упомянуть и про геймарта Телурию, ласкова Тела. Если она выйдет в релиз такой, какой была последний раз на бета-тесте, то она смело ворвется в первую волну. Ну а все про Телурию мы узнаем уже совсем скоро. Первой пятеркой заслужившей безусловный топ-1 стал ЧР. Машина для атаки и обороны в одном лице. Полезен везде, где только можно придумать. Следом идет уже как более года бессменный лидер по поджогу огнем. Могила. Думаю тут о нем и говорить ничего не нужно. Следом расположилась Грозуль, занявшая довольно высокое место в топе геймов за 2019 год. Видос кстати есть на канале, можете перейти по аннотации и посмотреть. Оба прошлых героя с очень быстрой маной, что еще больше добавляет пепел в так горящий костер. Земкифа же стала первым героем с быстрой маной, кто является усилителем. При этом атакует их добавок, снимает негативные эффекты со своей команды. Очень полезно везде. Ну и завершает первую волну герой Атлантиды Митсука. Кто как не она разберется с врагами синего цвета, отразив полностью урон и эффекты обратно в героя. Кто как не она может нарушить спокойствие Финли во врагах. Достаточно зарядить синего героя и наблюдать за его смертью. Небольшой недостаток в виде средней маны можно компенсировать либо войсками на ману 23 уровня, либо семьей Сакуры. Более подробно про семью Сакуры можно тоже посмотреть на канале. Новоиспеченный ГМ Февраля, который хорош по-своему, но не стал столь имбалансным, как мог быть. Герой безусловно хороший, но прямого урона он не наносит. Довольно ситуативный. Марьяна очевидно заняла тут место, потому что она полушотер. Таких героев очень мало у стихии огня. Поэтому она точно заслуживает ресурсов. А вот с помощью королева червей можно затащить не один бой. Конечно, при появлении Чьер она отошла немного на задний план. Однако по-прежнему может впитать урон как губка. Особенно от массовиков. Азлар же тут находится потому, что просто как последний черт вливает урон и цель еще продолжает гореть 6 ходов. Явный недостаток это медленная мана, однако если он заряжен, гореть будут все. И долго. И больно. А вот совсем неожиданно для себя самого в конец второй волны попал капитан Кестрел. Да, он не ярко выраженный топ. И как в случае из Жан-Франсуа, довольно ситуативный. Однако урона может тоже, ну, нормально так влить во врага. В третью волну попали остатки героев, которых можно качнуть, если нет никого из первых двух волн. Допустим, Орес. Раньше был бессменным лидером в роли танка. Однако и его время уже прошло. Имеет смысл качать в основном из-за бафа и в основном для Титана. Анзох попал сюда тоже не случайно. Но, к сожалению, начинает раскрывать полный потенциал массовика и хила в одном лице при наличии на нем эмблем от плюс 15. До этого же момента его очень сложно назвать ГМом. Кот в сапогах мнение о нем я уже выражал в обзоре. Более жирный, дерзкий клык, только пятерка. Ничего топового в нем нет. Однако за неимением лучшего в некоторых случаях может помочь команде в атаке. Оборона же это не его. Лена-контратакер может довольно часто выручить в сложных квестах и испытаниях за счет отражения урона. Главное подпитывать героя отхилом и ставить рядом с ней важных героев. Благо интеллект игры старается не бить в тех, у кого висит баф в контратаке. Ну и заключительным героем в третьей волне стала Горилла. Среднее есть урон, при желании можно качнуть. Однако далеко не панацея. Несмотря на медленную ману и оборонное предназначение, Каган может неплохо вдарить по трем целям. И просто посмотрите на его статы. У него один из высоких показателей урона в процентном соотношении. Те, кто бьют по трем целям. При этом может ускорить двух союзников и себя по мане. Однако медленная мана в его случае не делает его стопроцентным кандидатом для прокачки. Как, впрочем, и красную шапку. Сколько ходило шума вокруг нее, когда она появилась. Однако спустя время герой был приравнен к одним из худших. И в обороне вы его почти не найдете. Как и Санта Клауса. Этот медленный танк годится разве что быть центром в обороне. Либо участвовать в турнирах с очень быстрой маной. В остальном урон несерьезен. Навык полезен, но очень редко Санта до него может дожить. Завершает же парад огненных героев Наталья. Как мне не прискорбно признавать, после выхода кучи красных героев она полностью утратила свою актуальность. Жару прибавил еще тот факт, что ей достался класс, который срезает реген маны. Однако этот срез не складывается с родным от навыков. В то время герой имел потенциал. Однако сейчас ее можно брать разве что по фану в добив. Конечно, она по-прежнему может сжигать косарь жизни у цели. Однако в почете больше героя, бьющие по трем или даже шотеры. И как мне не печально говорить, но я очень жалею, что в свое время отдал ей кольца. Сейчас герой просто существует и не играет вообще. Как и в случае с Чьером у красных, в топ-1 просто ворвался Финли. Этот паренек в шляпе может показать не только ее. Единственное оружие против Финли это Мицека. При этом если вы играете против него, как и в случае с Шляпником, вам не стоит бафать свою команду. Но разница есть. Шляпник-то их просто украдет, а Финли пропишет каждому, у кого есть любой баф мощнейший урон, который скорее всего для вас окажется в фатальном. Фрида. Толстый стихийный бронерез. Диспеллер. Этим, пожалуй, все сказано. А вот следом идет Хилл, о котором мечтают многие, включая меня. Ариэль. Благодаря средней мане ей можно добавить войска на ману и сделать быстрой. И как только она накладывает баф ускорения на регион маны, тушите свет. Любой медленный превращается в среднего, средний в быстрого и так далее. Забыл про Афину, скажете вы? А вот и нет. Она на такой позиции только из-за того, что бронереза можно подобрать всегда. И Фрида в этом плане уникальнее, ведь аналог ей только один. И тот, который уже доживает свое. Ну и закрывает первую волну Заяц из сезонного пасхального события Спрингвейла. Мощнейший урон по трем целям и удар по центральной, ничем не уступающий топовым шотерам. Один минус. Герой срезает сам себе броню. Однако на эмблемах это уже не так сильно заметно. Плюс всегда можно комбинировать его с такими героями, как Грозуль или Айрон, которые просто не позволят ему срезать самому себе броню. Очень грозная сила как в атаке, так и в защите. Ричард. Крайне крепкий и дамажный танк, срезающий при этом атаку трем целям. Пробить его сложно, поэтому и приоритет у него довольно высокий. Следующей претенденткой стала многими недооцененная Вэлла, которой в принципе достаточно ультануть два раза в обороне, и вы утонете после затопления и тычек других героев. В атаке тоже может раскрыться. Немного ситуативная, однако однозначно стоит прокачки. А также не стоит слушать тех, кто говорит про нее полную чушь. У синего цвета очень много однотипных героев класса, паладин, однако и гиру эмблемы и не нужны особо, чтобы выжить. Его статы и навык направлены на то, чтобы дать выживание вашим героям. При этом в таких популярных схемах игры, как 3-2-4-1 или моноцвет, дать приличный отхил. В 5 синих героев на Титане способен с камешка отхиливать каждого по тысяче здоровья, что делает вашу команду под распределением урона неубиваемой. Микки. Если вам нужен стабильный урон на Титане без риска промахов, то вам точно к этому герою. Однако в основном рулит на Красном Титане, на остальных раскрывается не так сильно. Ну и завершает вторую волну Аласия. Мой первый ГМ в игре. Однако спустя какое-то время лично я к ней охладел. Из полезного делает срез Регеноманы, который нельзя отменить, ну и шотит она аналогичную урону Магни или Алисы. И эмблем ей может не достаться, ведь героев класса Рейнджер просто целая тьма. Долго думал, куда запихнуть Румпеля во вторую или в третью волну. Вроде бы и полезен, но не всегда. Особенно, когда упрямится и не делает то, что вам так нужно. Без войск на ману сложно раскрыть его потенциал. Следом, два шотера, похожих на Аласия во второй волне. Только вот Алиса наносит срез атаки, а Магни дает баф на защиту на трех целей. Также доживающий свое второй стихийный бронерез в синем сегменте Артур. Из преимуществ на Титане перед Фридой у него только одно – срез атаки. На этом его превосходство заканчивается. И даже на 3.70, чтобы не тратить телескопы, героям можно поиграться. Изарния – очень мощный массовик, делающий сильнейший срез в 44% всем врагам. Если зарядилась Изарния, то можно сказать, битва окончена. И вот, добрались мы до Торна. На фоне Ричарда он примерно так же бьет, однако нет той важной изюминки, как у своего протеже. А именно, срез атаки по трем целям. То есть, ударить Торн может, и причем не слабо, но игроки стараются не тратить в него телескопы. Медленная мана Белоснежки, а также умение, снимающее бафы со всех героев на поле, и ваших, и чужих. Рандомность Миссандры и бесполезность Персея. Все это сделало их абсолютными аутсайдерами в своем цвете. И мало кто будет спорить на этот счет. Газель. Смотрите, как повлияло обновление событий по героям. Очередной герой из обновленного события, только теперь уже из Хранителя Телтака. Очень подробный обзор на героя тоже есть на канале. Герой крутой и рекомендую его каждому. Я же пытался ее поймать, и, увы, 300 призывов прошли мимо нее. Следом Дрейк Фонг, который в первый месяц вообще никем не воспринимался как герой. Однако потом люди почуяли, что дело пахнет гуталином, и он довольно геморройный в обороне. И крутой в атаке. На третье место я поставил Инари, но весь потенциал героя раскроет став быстрым. В чем опять-таки может помочь либо семья Сакуры, либо войска. Вместе с героями, накладывающими слепоту, является одним из лучших тандемов игры. Полное нанесение урона в молоко. Вот к чему может привести ульта двух таких героев. Бешотера тут тоже не обошлось, и им стал Джун. Быстрый, бьет, слепит. Что еще нужно для игры? Ну и замыкает пятерку первой волны Далила. Топовый хил способный и отхилить, и защитить стражами. И вдобавок благодаря классу боец еще воскреснуть. А заряженная Далила после воскрешения означает лишь одно. Вам возможно придется начинать все сначала. И то дай бог, что такой шанс у вас будет. Бесячая скотина Посейдон, которая может воскреснуть и дать люлей. А потом еще и заблокировать по мане никого не сможешь. Такие дела. Ну и как же во второй волне без пожирателя маны, коей является Анатель. Грамотная раскидка навыка по краям способна запретить всем на поле набирать ману. В то время как обладатель Анатель может запросто закидывать камнями все поле во врага. Не боясь при этом сильно зарядить героев. Нейт вот как раз таки она очень красиво зайдет в тандеме сценария. Ослепление и уклон. Но так как разговор про Нейт говорить будем о ней. Слепота и отсрочка в один вражеский ход, который вы получаете после ее ульты. Урона много не наносит, но саппорт превосходный. А вот сраной все не так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд. Наносит урон трем целям. Поджигает как могила только за три хода. И при этом накладывает частичный блок на отхил. Порой очень сильно выручает. А вот и Белый Кролик. Еще один из героев обновленного события. Первый герой владеющий стандартным срезом брони среди желтых. Да, не максимальный, но и не маленький. На Титанах очень полезен, но его класс Церковник есть у кучи крутых героев. Поэтому героя приходится использовать без эмблем. А там он не такой серьезный враг для других пятерок. Даже не смотря на быструю ману. Вибика. Второй хил в этом цвете. Медленная мана откинула героя в третью волну. И выбраться она отсюда может только при наличии костюма. Но костюма я в этом видео не обсуждаю. Поэтому ей и досталась третья волна. Леонидас начинает жестить и показывать урон. А также отхил при наличии 23 войск на ману. Если их нет, герой не раскрывается на полную. В ту же степь завело и Справедливость. Которая кстати и не самый худший танк в обороне. В некоторых случаях пробить ее нужно еще постараться. Если же не получится, то будьте готовы мазать камнями и ультой под слепотой. Прям стихи. Ну и буду честен. Нигде кроме как в обороне герой особо не пригодится. Как и следующая мадам Гвиневра. Ей также достался центр обороны. И на других позициях герой на 99% бесполезен. Так как не успевает навязать борьбу. Ну и завершает список третьей волны Ранвир. Качать героя стоит только в том случае, если нет Мики или Царя Обезьян. По факту на Титанах Ранвир не так плох. А в налетах он дает сценарий своей команде, в котором каждый из героев может попасть в цель 100%. В отличии от бафа Царя Обезьян. Один из первых гемов игры, ушедший на задний план. Мусаши и Грабелин в атаке. В остальном же далеко не фонтан. Про Саву я просто промолчу. Худший герой игры и это факт. Которая может затащить только на турнирах с очень быстрой маной. Тенденцию первого места. Помните? У фиолов аналогичная ситуация. Бармаглот. Краевик или шотер с диким уроном. Противный герой в обороне. Недооценив его, ваши края очень быстро умрут. Все-таки у Бармаглота быстрая манна. А помимо урона есть травление, которое снять невозможно. Следом расположился Кагебурада. Почему? Потому что он обязательно понадобится вам на фуле. Он и так не может блеснуть защитой и здоровьем, а уж играть им над эти лычки вообще самоубийство. Впрочем, следующий претендент в лице Зихат может гордиться тем, что на 3.70 вполне легко справляется с задачей диспеллера, при этом выживая за счет своих репликаторов. Поэтому в некоторых случаях можно притормозить камзолы для Зихат. Кстати, Зихат в моем топе заняла первое место среди ГМ 2019 года. Самый первый ГМ. Хэл. Ужасная. Бесподобная. Крутая. Мечта многих. Это воплощение демоницы способно разрушить любые вражеские порядки. Ну и закрывает первую волну такой шотер, как Сартана. Шотер как шотер и желателен к наличию в любой команде. Шотер с Эной расположилась на первом месте, но в атаке она начинает играть мощно при наличии таких героев, как Газель или Пантера. Есть, правда, еще один вариант, но про него я совсем скоро постараюсь снять видео. В основном же герой оборонный. Следующий в этом списке Виктор с очень быстрой маной. Вампир, дающий баф защиты на всю команду. В некоторых случаях можно вместо него выбрать Пантеру или Тотамуна. Оба героя бьют по трем целям, но Пантера приоритетнее за счет диспела. Однако при этом Пантеру можно оставить в команде и на 370, только как героя выходного дня для Титанов. Завершает же вторую волну Кунхен, который благодаря выходу костюмов откатился далеко в прошлое. Да, я говорил, что не буду говорить про костюмы, но костюм Регарда поймать проще, чем пятерку. А именно из-за того, что эмблемы у них одинаковые, профитнее прокачать 2-3 штуки Регарда и радоваться быстрым хилам с усилениями. Кунхен же делает почти то же самое, только он не быстрый и есть сопротивление срезу брони. В общем, лично для меня Кунхен канул в лето. Если в вашем составе уже есть Сартана, а другие претенденты ну такие себе, то вполне можно прокачать и Абакана. За счет контратаки можно вытащить бой. Впрочем, как и за счет усиления атаки от Хионы, складывающегося до 144%. И вдруг в ней еще эмблемы что-то забыли по классу Разбойник, тогда и уклониться сможет. Потенциально рядом с Хионой лучше ставить героев, бьющих по трем или более целям. Домиция же, к сожалению, играбельна только при 23 войсках на ману, где выполняет почти такие же функции, как Изи Хатт, только все равно хуже. Но основное предназначение диспейлера работает как нужно. Быстро, качественно и по трем целям. Пожалуй, вся эта четверка Саргаса, Айрон, Квинт и Вог не выделяется ничем при наличии героев из трех волн ранее. И максимум, о ком можно задуматься для дарения камзолов, это Саргаса и Айрон. И то это далеко не самые лучшие варианты. Звание же худших в Фиолете принадлежит этой троице. Гримбл, Мокар и Мария Тереза. Несмотря на свою вроде бы редкость и уникальность, очень ситуативные герои и вашего внимания просто не заслуживают. Все герои были мной рассмотрены без наличия костюмов, которые очень сильно повлияли бы на их места и приоритет прокачки. Всего в игре на данный момент 94 пятерки, если считать Стеллурии, то 95. И этот приоритет прокачки героев исключительно мое мнение. На всякий случай скажу еще очередную вещь. Я расставил героев не только по волнам, но и в каждой волне сделал свою очередность героев, которая идет от лучшего и ниже. То есть первый достойный ресурсов раньше, чем все последующие. Это глобальное видео и отняло у меня оно очень много времени, несмотря на его простоту. Поэтому и не выходили видосы на канале почти неделю. Я буду очень благодарен, если ты поддержишь это видео лайком и комментарием. Поделишь все видео в альянсах и подпишешься на этот канал. Тем самым ты не пропустишь следующие подобные видосы. Ну и раз я сделал видео по пятеркам, может стоит сделать обновленные и по четверкам? Если да, то как только этот видос наберет 3333 лайка, я принимаю за создание обновленного списка по волнам среди четверок. Тебе же спасибо за просмотр и поддержку. И за выдержку тоже. Ненадолго прощаюсь. Дальше интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok